В адрес нашего интернет-канала обратились члены ГСК «Доманский». По их мнению, председатель кооперативы с некоторыми членами правления неэффективно распоряжался взносами при выборе подрядчика для межевания и последующего оформления земельных участков, выделенных под гаражную застройку. На первый взгляд, обычный репортаж в итоге превратился в сюжет детективного романа. Собрание началось по ранее утвержденной повестке, которую с первых минут перевернул с ног на голову представитель одного из членов ГСК Людмила Махмутова. Ответьте, пожалуйста, почему в газете о назначении собрания на сегодняшний день указано одно время проведения, на объявлениях, которые были размещены на территории ГСК «Доманский» другое в объявлении. Имеется ли на день открытия собрания списочный состав членов ГСК? Хорошо, есть общий списочный состав. Вы сейчас можете его представить в собрании? Я могу, чтобы не рыться в документах сейчас и не искать, он там лежит в этой куче, показать вам списочный состав регистрационных, хорошо. Надо отметить, что остальные члены гаражного кооператива тоже находились в замешательстве от четких и твердо поставленных вопросов, озвученных Людмилой Махмутовой. Возражаю. Третий вопрос. Не мешайте собрания. Я не мешаю. Вы мешаете. А что возражаете? Он озвучивает мероприятие. Когда будете голосовать, он будет голосовать. Риск утверждена новая редакция. Четвертый вопрос. О досрочном прекращении полномочий председателя правления и членов правления ГСК «Доманский». Я отказываюсь проводить собрание на данный момент в том виде, в каком оно есть. Так, опустили руки. Опустили руки. Все встало на свои места после бегства Эдуарда Посредникова из зала заседания. Покидая собрание, он утратил также и последние капли доверия на посту председателя. Люди сдали деньги. После публичного строкизма и экс-председателя «Доманцам» раскрылась личность главного активиста собрания. И вот я, Махмутова Людмила Ивановна, почетный прокурорский работник Российской Федерации, полковник иститут. Повестку продолжил единственный ревизор и тут, как говорится, без комментариев. По анализу платежных документов я пришел к выводу, что боевые взносы в размере 540 тысяч рублей на сумму 110 тысяч рублей перечислялись на прямую географию. Помимо этого, а также первыми наличными 100 тысяч непосредственно председателем Эдуардом Николаевичем. Еще наличными было перенадо 20 тысяч. Без каких-либо договорных отношений мной было остановлено. Обращаю на себя внимание, что данный договор заключен в комплексе о выполнении проекта межевания и выполнения кадастров на общую сумму, как я сказал, 4 млн 915. Дополнительное соглашение 4 млн 403. Сроком до 30 июня 2017 года. Хотя этот договор исполнен. Акт приема и передачи выполненных работ от 05.04 по договору. Вот единственный документ, который я смог у него взять. 1 марта только заключается договор, а на 5 апреля 2016 года акт приемки и передачи выполненных работ по договору подряду от 1 марта 2016 года. Подрядчик передал заказчику ГСК «Даманский» проект межевания ГСК «Даманский» двух экземпляров. Заказчик принял эти работы. Качество выполненных работ соответствует требованиям заказчика. Претензий по качеству и срокам исполнения работ у заказчика к подрядчику не имеется. Подписи и печать. До сегодняшнего дня не сделано ничего. Заслушав доклад аудитора, последние сомнения «Даманс» были развеяны и общим голосованием было выбрано новое правление и председатель. Прежде всего, за время года нашего старого кооператива не было произведено никаких действий по поводу оформления гаражного кооператива, оформления земли, большие финансовые пробелы в нашем предыдущем кооперативе. Старый председатель посредников Эдуард Николаевич, с его подачи была очень, как мы считаем, очень завышенная сумма взносов на оформление гаражей. И очень много людей этим были недовольны. Собственно говоря, поэтому мы взялись в новую инициативную группу и я, как бы председатель избранный, постарались сегодня решить этот вопрос. И нам это удалось.